Дорогие коллеги, прежде всего я хочу поблагодарить Татьяну Владимировну, Марии Вячеславовну, Литовское посольство, всех организаторов за эту прекрасную конференцию. Большое спасибо. Я так понимаю, что мне предстоит в наш Балтийский калейдоскоп добавить еще одну краску, а именно еврейскую. Мифологема Вильнюс, Литовский Иерусалим, Иерушалайм де Лита, в котором сочетаются понятия предания, мысли, причины, покоятся на весьма веских основаниях. Ну, прежде всего здесь, я имею в виду не только Вильнюс, но и Великое княжество Литовское, сложилось весьма определенное и четко ограничивающее себя от остальной еврейской общины, в частности, польской, земель Короны. Это община, я бы сказала, субэтническая, лингвистическая общность литвоков, которая существует и по сей день. Мне приходилось принимать участие в весьма международном конгрессе литвоков в Вильнюсе. Сейчас литвоки распространились по всему миру, тем не менее, это самосознание, вот эта идентичность литвадская, она сохраняется, даже, как я бы сказала, оберегается. И, ну, я могу обратиться и к ранней традиции, скажем, в 1623 году, хотя это уже была речь посполитая обойга народов, да, что называется, литовское еврейство. Литвоки создали свой собственный ваад, комитет, орган высшего самоуправления, отдельного от польских коронных земель, от еврейской общины Польши. Да, вот это, в общем, важно понимать, вот это, эти литвоки. И в Вильнюсе со времен раби Ильяху бен Шламу Залмана, то есть Виленского Гаона, да, 18 век, он поселился в Вильнюсе в 1748 году, тут возник такой центр еврейской учености, который был противопоставлен, резко противопоставлен, чтобы не сказать враждебен, хасидскому течению, которое развивалось, распространялось, обретало силу. В Великом княжестве литовском, не только в Вильнюсе, были знаменитые центры религиозного образования. Они назывались литовскими ешивами, в отличие от всех прочих. Да, они существовали в Мире, в Воложине, в Паневежесе. И, кстати, в этих ешивах в разное время учился и объект моего сегодняшнего сообщения. В межвоенный период Вильна стала просто международным центром еврейской общественной и культурной жизни. На языке идиш преимущественно. В политическом отношении еврейская жизнь была весьма бурной. Здесь расцветали различные партии. Например, сионистские партии. В 19-м году здесь было создано холуцанское движение. То есть пионеры, которые должны были ехать в Эрец-Исраэль и осваивать его. И они готовили молодежь, еврейскую, литовскую молодежь, к сельскохозяйственному труду в Палестине. В 20-м году здесь было создано молодежное движение Хашомер Ха Цаир – юный страж. А в 25-м году молодежное движение Бейтар – это аббревиатура «Союз имени Йосифа Тромпельдора». Бейтар был призван защищать еврейское население подмандатной Палестины. То есть такие отряды самообороны. Большой популярностью среди евреев Литвы пользовалась и антисионистская партия, социалистическая партия, бунт. Например, в Вильнюсе она создала Центральный комитет образования, который координировал деятельность целой огромной разветвленной сети школ на Эдиши, которая организовывала множество культурных мероприятий для детей и молодежи. Показателем вот таким развитости еврейской культурной жизни в Вильнюсе до 1940 года, естественно, служит внушительное число около 30 издававшихся здесь газет на Эдиш. Например, «Дицайт», «Время», «Вильнер Ток», «Виленский день», «Овид Курьер», «Вильнер Радио». Они конкурировали с крупнейшими варшавскими газетами, успешно конкурировали. В Вильнюсе существовали начальные, средние, ремесленные школы, а также педагогические институты с преподаванием на Эдиш и иврите. В театрах ставились спектакли на Эдиш. А, например, знаменитый театр Вильна Труппе очень много гастролировал за рубежом и завоевал просто мировую славу. Я думаю, что это известный факт, но я просто напомню, что в литературную группу «Юнг Вилне», «Молодое Вильна», входили такие писатели и поэты, как знаменитые звезды эдишской литературы, «Авром Цуцкевер», «Хайм Граде», «Шмерки Кочергинский», «Эльханон Воглер», «Лейзер Вольф», «Мойша Левин». Я просто не буду всех перечислять, это совершенно невозможно. Они образовали, но вместе даже с некоторыми художниками, такой круг вильнюсской богемы, литературной, художественной богемы. Расцвет идишской культуры в Вильнюсе привел к созданию в 1925 году научного еврейского института «Идишер-Висеншафтлихер-Институт» и его сокращенно. Вот показательно, что когда обсуждалась необходимость создания такого научного института, а это было на встрече еврейских ученых и общественных деятелей в 1925 году в Берлине, было принято решение открыть его именно в Вильнюсе, а не в Варшаве, не в Берлине, не в Париже, не в Нью-Йорке. Ну, кстати, в результате известных событий Ива пришлось переехать, и этот институт сейчас находится и работает в Нью-Йорке. В Вильнюсе в межвоенный период проживала относительно большая община с исключительной историей многовекового разностороннего, так сказать, творчества. Она представляла собой сплав и традиций, и каких-то новых тенденций. И вот это вот имя «Ярушалайм де Лита», «Литовский Иерусалим», оно вызывало живой отклик среди еврейских и писателей, и поэтов, и читателей. В Иву, в этом институте были открыты факультеты филологии, истории, экономики, педагогики. При нем действовали архив, библиотека и музей. И создатели, основатели Иву подчеркивали, что его научная задача заключается не только в исследовании прошлого, но и в формировании настоящего и будущего. То есть такой вот перспективный взгляд. Ну, не буду тут напоминать, что в августе 1939 года был подписан советско-германский договор, пакт Молотова-Риббентропа, и он положил начало, конечно, новой действительности и новой экспансии. Этого не пережил, этого уже не застал непосредственный объект моего исследования. Замечательный поэт и писатель с, к сожалению, трагической судьбой, который погиб в возрасте 41 года в ГУЛАГе, Моше Кульбок. Он родился в 1896 году и учился в нескольких ешивах, как я уже упоминала, в том числе в Воложине, где до него учился великий еврейский поэт Хайман Ахмель Бялик. И в 1828 году он уже был, Моше Кульбок был уже очень популярным поэтом. И когда он долгое время жил и работал в Вильно, он преподавал здесь, он издавал здесь свои книги, преподавал в этих педагогических учебных заведениях. Он был уважаемым и обожаемым преподавателем. Он читал своим студентам, они были первые слушатели его стихов. Когда он уезжал из Вильна, к сожалению, он поехал в Минск, его провожали просто как классика. И газета «Вильнар Ток» писала, «Вильна теряет поэта, пусто станет в Вильне. Как мы восполним этот пробел?» Он был арестован в Минске 11 сентября 1937 года как член контрреволюционной троцкистской террористической организации и за связь с польскими разведорганами. Приговорен к расстрелу, склонтискации. Расстрелян в октябре 1937 года в возрасте 41 года. Арестовали его жену, которая надолго, так сказать, на 9 лет отправилась в лагеря. Дети, сын и дочь были разбросаны по детским домам. Сын потом погиб в Холокосте. И его жена Зельда до 1973 года ничего не знала о его судьбе и даже не знала, как и где и когда он погиб. Когда она освободилась из лагеря, она дошла до Москвы в попытке узнать, где он похоронен, когда он погиб. И ей цинично ответили в соответствующих органах. Июль 1940 вас устраивает? Расстреляли его в 1937. Могила неизвестно где. Моше Кольбек оставил много произведений разных жанров, но мне хотелось бы сосредоточиться на его замечательной поэме, посвященной Вильна. Это не единственное его произведение, посвященное Вильна. Он еще в 1920 году написал поэму «Лишь тот город», где такое урбанистическое, лирическое поэма. Кстати, поэты еврейские, которые были связаны с Вильна, посвящали ему неоднократно свои произведения. Например, Залман Шнелл, поэт еврейского национального возрождения начала XX века, написал на иврите поэму «Вилна» в 1917 году. И интересно, что здесь Иерусалим представлен в образе матери «Ир ве им де Исраэль», то есть «город и мать в Израиле». То есть обыгрывается тут, вы чувствуете, созвучие слова «город» «Ир» и имени Иерусалим. Ну и это библейский такой образ Иерусалима, как женщины, как вдовы, что мы знаем из плача Иеремии. Но я процитирую, может быть. «Не раз ты утирала своим ветхим фартуком их слезы, а прославленными пуримскими медовыми пряниками и пасхальным вареньем, подслащала их горести и утешала сочинениями своих писателей. Даже водоносы твои…» Это важный образ, обращаю ваше внимание. «Черпали из источников твоих мудрецов». Образ водоноса мы потом встретим и у Моше Кульбака. Тора отождествляется с свежей, живой, чистой водой. И она поит своих внуков, это бабушка, это мать, это вдова, из источников мудрецов. Вот это важно. Шнеур Залман пишет о субботних песнопениях маленького хозяина дома. Это был знаменитый хазан Вильна Юэль Давид Левенштейн. И вот эти субботние песнопения выводит Вилья, река, которая протекает в городе. А строфы поэта Михаля, это Миха, Йосеф Левенсон, декламируют шепотом тополя. Вот тут мы видим такое сращение литовского пейзажа, ландшафта города с библейской и еврейской образностью и символикой. Очень интересные, колористически, как решаются эти образы в поэмах. У Шнеура присутствует золотой цвет. Башни и улицы громоздятся в витающей золотой пыли. Не пыль ли эта легенд носится в твоем воздухе до сей поры? Не дым ли мученического костра графа Потоцкого? Граф Потоцкий – это герцедек, это христианин, который принял иудаизм и был заживо сожжен и похоронен в Вильно на кладбище рядом с могилой Виллянского гаона. Но палитра Шнеура включает разные цвета. «В свете утра, в зеленовато-сером свете Литвы заблудиться в извилистых переулках и увидеть еврейских отроков, спешащих в хедр, нежно лицах, грустноглазых». Между прочим, о цветах в этой палитре литовской писали, пишут, например, Венслова. Он считает, что я цифирую его книгу «Вильнюс – город в Европе». Улицы кажутся монохромными, «Но видно с гор, что в Вильнюсе преобладают три цвета – желтоватая штукатурка стен, зелень садов и краснота черепицы. Как раз эти три цвета присутствуют во флаге Литвы». Это у меня Тома Свенслова. «Правда, есть еще один цвет, добавляет он, белизна колоколин и облаков. Башни и облака подхватывают третье измерение – высоту. Четвертое измерение города – время. И можно видеть, как у Моше Кульбака это сходное понимание воплощается в поэме «Вильня». Значит, Кульбак написал на идише, Шнеур Залман написал на иврите. То есть активны тут оба языка. Тут очень важно это отмечает также Венслова, что в «Вильнюсе» было много евреев, а в начале XX века здесь учился бахтин. И кажется, что… в гимназии он учился. И что вот Вильнюс этого начала XX века был живым примером гетероглоссии. А этот феномен стал крылоугольным камнем теории Бахтина, как считает Венслова. Скрещивание различных языков, культур и сословий для Бахтина было идеальным состоянием, которое обеспечивает постоянную интеллектуальную и культурную революцию, защищающую то или иное общество от единственно верного языка или официального языка, от застоя и оцепенелости мысли. И, кстати, сказать в своей Нобелевской речи Чеслов Милош, другой великий житель Вильнюса, в своей Нобелевской речи в 80-м году он произносит, как вы помните, слова благодарности вот этой полифонии многоязычью Вильнюса. И я процитирую его. «Прекрасно родиться в малой стране, где на протяжении столетий сосуществовали друг с другом разные языки и разные религии. Я имею в виду Литву, землю мифов и поэзии». И хотя моя семья уже с 16-го века пользовалась польским языком, и я в итоге я польский, а не литовский поэт, но пейзажи, а может быть и духи Литвы никогда меня не покидали. Прекрасно слышать с детства вот это многоязычие, эту полифонию. Город, каким был Вильнюс, город причудливый, город барочный, итальянской архитектуры, перенесенный в северные леса, город, где история запечатлена в каждом камне, город сорока католических костелов, но и множество синагог. Евреи в те времена называли его Иерусалимом севера. Ну, литовским Иерусалимом, да? Если Венслава считает, что существование Вильнюса определяют стихии античности, земля и огонь, от первой холмы песок, сосновых боров, крутые берега над Вильней, но в этом пространстве не хватает камня, даже кирпич становится предметом роскоши. Он должен заменить гранит и мрамор, и вот в обожженной глине земля сохранится, соединяется в пламенем, как и в человеке, которого, согласно Библии, Господь сотворил из глины и вдохнул в него свой огонь. Если мы посмотрим на поэму Вильна Маше Кульбака, мы увидим, что он смотрит на Вильна сквозь призму, сквозь библейскую призму, и в его цветовой палитре много сходства с тем, что отмечают и Чеслов Милош, и Томас Венслова, но вся его образность, она, конечно, библейская, и мы видим здесь такое отождествление, такое контаминацию Вильна и Иерусалима. Ну, я процитирую, это подстрочник Валентины Брёв. По стенам твоим ходит кто-то, закутавшись в талос. Ночью над городом он одиноко печален. Это псалмы, да, страшно, страшно ходит по стенам. Слышит он старые вены клойзов, дворов, бодрствуют и звенят как усталое запыленное сердце. Ты, обращение к Вильне, псалом из железа и глины, молитва каждый камень, напев каждая стена, когда луна льет свет в кабалистические улочки, а надо сказать, что Мошек Ульбак увлекался кабалой мистическим учением. И высвечивается твоя ногая холодно-безобразная красота. Вот поэма полна таких оксимаронных образов и соединений. Холодно-безобразная красота. Печаль твоя радость в хоре капеллы твои праздники похороны и утешение ясное светящее светящаяся нищета. Точно тихие летние туманы на окраинах. Ты темным амулетом вправлен в Литву древними седыми письменами лишайника и мха. Свиток каждый твой камень, пергамент каждая стена перелистываются тайно и открываются в ночи, когда на старой синагоге водонос окоченевший скинув бороду стоит и считает звезды. Это тоже образ. Сосчитай звезды, вот сколько их, так и ты размножишься. И опять же образ водоноса, который мы встречали у Шневера, то есть несущий живую воду Торы. А с другой стороны, водовоз это, конечно, некто стоящий внизу социальной лестницы, простак. Тем не менее, кульбокс соединяет вот это высокое и низкое, делает такую контаминацию. поэма поэма вся построена на таких сочетаниях несочетаемого, на контрастных сопоставлениях. Она вообще очень красива. И самое главное, что Иерусалим, Вильна оказывается вписанным в Иерусалим и являет собой свиток, свиток Торы, разумеется, священной книги, но также и чего-то таинственного, мистического, каббалистического, как тут и прямо упоминаются, каббалистические переулки. И главным доминирующим является метафора «Город» – это книга, которую надо читать. Каменные летописи. И «Город» – это псалом. это повторяется как рефрен. Постоянно. Это поэма из нескольких частей. И она повторяется. Я не буду читать стихотворный перевод. Мне кажется, что подстрочник в любом случае вполне передает смысл. И также у Кульбака происходит такое совмещение, отождествление. В одной из частей этой поэмы он вещает из внутри этого таинственного, города, любимого Вильна. А в конце он отождествляет себя с этим городом и говорит «Я город! Это я!» Ну и естественно стоит перед ним Розиэль Свинцовый во тьме со старыми обветшалыми пергаментными крыльями. А может город ты сон каббалиста, что летит серый по миру, как осенняя паутина. Ну я просто не могу больше мое время истекло. Каждая строка очень красива. Ты книга псалмов из железа и глины. Вот такое ты книга псалмов написанная на полях. и люди тоже уподобляются свиткам. Так что от я пою из тебя в лунном свете он переходит к тому, что ты это я. Такому отождествлению. Я благодарю вас за внимание, не смею больше задерживать.